Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Итак, сегодня у меня будет ответ на запрос. У меня запросили видео на тему похудения. Именно в том концепте, скажем так, как это повлияло на грудь, как я это пережила, похудеет ли грудь, как это сделать наиболее безболезненно. И, скажем так, какие советы я могу дать. И, наверное, мне с одной стороны как-то было странно немного, но потом я поняла, что на самом деле, возможно, перед многими девушками стоит вопрос, худеть или не худеть, потому что как-то, скажем так, в сокровищницах преуменьшится. Вот, и решила поэтому сделать это видео. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Итак, прежде всего, что касается меня, то, когда я охудела на 15 кг, у меня ушел ровно один размер. То есть у меня был третий размер, сейчас у меня второй размер, скажем так. И придерживаюсь я мнения, все, что нужно, с годами прирастет. Что касается того, как изменилась форма моей груди, я не скажу, что она как-то очень плохо стала выглядеть. Я не скажу, что изменилась как-то форма. Чтобы похудение безболезненно сказалось на этой части вашей фигуры, нужно учесть несколько факторов. Прежде всего, это уход. Вы должны хорошо увлажнять кожу в этой области, желательно какими-либо маслами или очень жирненькими кремами. То есть, что вам подходит, обязательно увлажнять кожу в этой области, желательно какой-то такой совсем легкий массаж делать, подходящий. Ну, скорее всего, это будет массаж именно вокруг даже этой области, нежели непосредственно груди. В любом случае, какой-то легкий массаж и нанесение уходовых средств, типа масла или крема, оно необходимо для того, чтобы поддержать кожу в этот сложный и ответственный период. И что касается именно второго аспекта, который, я считаю, был очень важен, это физическая нагрузка, растяжка. То есть, растяжка вот этих вот мышц, которые, ну, очень хорошо влияют на форму, на то, как выглядит ваша грудь. Вот здесь вот находятся мышцы, и их я растягивала регулярно, я сейчас это делаю. И всевозможные упражнения, то есть, отжимания элементарные от пола, можно отжиматься от стены, кому лень ложиться. Можно еще всевозможные упражнения делать, там, например, книжки на вытянутых руках держать. С гантелями есть очень много, огромное количество упражнений, то есть, там и махи, и подъемы. Если, скажем так, вы озадачились вопросом похудения, то обязательно делайте какой-то комплекс. Кстати говоря, вот, меня спрашивали, как это психологически пережить, что твоя грудь станет меньше. Я, честно, не делаю из этого какой-то трагедии, я не скажу, что жизнь моя стала намного... Потеряла огромное количество красок, стала очень грустной, печальной. После того, как я похудела, скажем так, мужского внимания не стало меньше. Возможно, с годами я расцвела, и мужского внимания даже стало больше. Самое главное, что вы должны понять, что вам важнее. Вам важнее, что ройная красивая фигура или ваша большая грудь. Ну вот, поставьте это на весы и поймите, что вам важнее. Если вам важнее стройная фигура, то я думаю, что вы легко переживете этот момент, что вы где-то уменьшаетесь еще там бы, где бы, конечно, не хотелось бы уменьшаться, но с другой стороны есть еще такой аспект. Вот вы вся будете такая стройная, красивая, а грудь у вас будет четвертого размера. Я, конечно, понимаю, многие мужчины, многие женщины считают идеалом фигуры. Ту же самую Анну Семенович видит ее очень красивой фотосессией, где она вся такая более-менее стройная и с огромной грудью. Но, честно говоря, посмотрите правде в глаза, она не может быть, во-первых, натуральная грудь у худой девушки, большая. Точнее, она может быть, может там и седьмого и одиннадцатого размера, но это выглядит не эстетично, во-первых, а во-вторых, это бывает очень-очень редко. А во-вторых, просто-напросто, скорее всего, в таких случаях, когда это как-то так непропорционально выглядит, это пластика, не более того. Поэтому, если вы худеете, то, что грудь пропорционально с вами будет худеть, это нормально, это так должно быть. И переживать по этому поводу, делать из этого трагедию и не выходить из дома и говорить, что больше на меня никто не посмотрит, и никогда в жизни ни один мужчина на меня не женится, ну это бред, девочки, не надо так делать. Следующий вопрос был, как сделать, чтобы грудь не похудела. Я знаю методы, кто-то там рассказывал, что девушки многие пьют длинное масло, чтобы грудь не уменьшалась во время похудения, еще что-то делают. Я не пила ничего, не знаю, этих методов работают, они не работают. Но с точки зрения такого, скажем так, даже не пессимизма, а реализма, я считаю, что обмануть природу невозможно, и первое, что худеет, это лицо и грудь. Потому что жир, там считает наш организм, он не так важен, как ниже. Поэтому сказать, скажем так, что похудеет все, кроме груди, потому что вы будете пить льняное масло, но я не могу. Мне кажется, это миф определенный. Если кто-то пробовал, у кого-то получилось, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я с радостью разуверюсь в этом, потому что я думаю, что рано или поздно, может быть, я и буду опять худеть, возможно, после родов, и было бы, конечно, неплохо попить льняного масла, и чтобы все как бы сохранилось. Мало ли. В общем и целом, если рассматривать данный вопрос, даже не с точки зрения похудения, какие советы бы я могла дать, это прежде всего не пренебрегать во время занятий спорта спортивным нижним бельем, которое будет фиксировать надежно. Спортивное белье не зря придумано, и не идиотами, и долго-долго исследовалась эта проблема, чтобы кожа, во-первых, не растягивалась, во-вторых, чтобы мышцы не растягивались, в-третьих, элементарно вам будет комфортнее. У вас не будет во время ваших прыжков, допустим, или еще каких-то физических упражнений все здесь спрыгать, бултыхаться и давать по носу. Следующий аспект, это, в принципе, хорошее качественное нижнее белье, которое не просто на вас красиво выглядит. У меня тоже есть такое белье, я его не ношу, купила как-то очень давно. Интимиссими бренд, оно красивое, но оно ничего не держит. И толку от него как бы 0,0. Поэтому выбирайте белье по возможности, точнее, прежде всего выбирайте белье по его функционалу. То есть, чтобы оно поддерживало надежно все, хорошо сидело, и вам не давило нигде ничего, и было надежным. Старайтесь как можно меньше времени ходить без белья, потому что ни для кого не секрет, что на Земле нас притягивает к Земле, то есть есть такая вещь, как гравитация, и мы стареем со временем не только потому, что в нашем организме замедляются какие-либо процессы обменные, становится меньше определенных веществ, мы также стареем, и как раз таки вот обвисать начинает подбородок, начинает обвисать кожа, также потому что ее просто притягивает к Земле элементарно. Поэтому, чтобы вашу грудь не протянула к Земле раньше, старайтесь носить белье. Хорошее белье это надежная поддержка вашей груди и самооценки. Итак, это все, что я хотела вам сегодня рассказать, если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какие мысли, какие советы вы можете также дать по поводу груди, по поводу такой декадной темы, как вы похудели, как вы пережили этот момент именно с точки зрения рассматриваемой темы, какие советы вы можете дать худейшим барышням. Итак, это все, до встречи в следующих видео, всех целую и пока-пока!